Всем привет, народ! Рад вас видеть все на канале. И сегодня мы продолжаем тему Back to School. Сегодня второй выпуск, и сегодня мы пойдем с вами в Zara. Я решил сделать вам видосы из разных масс-маркетов. Это будет Zara, и следующим выпуском будет H&M. Кстати, если вы хотите видосы из H&M, и вам действительно это интересно, напишите об этом в комментарии. И сегодня мы пойдем с вами в Zara, смотреть, что там есть, какие луки в школу, на учебу, в универ. В принципе, можно сейчас там собрать. Я попытался сделать какие-то такие интересные варианты, универсальные довольно. В общем, все вы увидите сами. Поехали! И начну я с самого такого базового. Это костюм. Костюм плюс поло. На ноги я одел макосины. И, в принципе, здесь масса вариантов. Можно носить просто как брюки с поло. Можно к этому добавлять пиджак. В принципе, и так, и так выглядит хорошо. Варианты лишь... Ну, в смысле, все зависит от того, насколько официально, грубо говоря, классически вы хотите выглядеть. И, ну, как бы это уже позволяет вам туда-сюда двигаться. Собственно, если вам не нравится пиджак, или намутся слишком жарко, вы спокойно можете его не одевать, а заправить поло в брюки, и прям выглядеть будете совершенно здорово. Кстати, это синий костюм. Я сразу хочу сказать, что все дальнейшие какие-то луки от фиты не привязывайтесь к цветам. Если это синий, это может быть, скорее всего, черный. Поэтому, если это белый, то это может быть какой-то бежевый. Ну, в общем, так или иначе, с цветами можно играться всегда. Дальше я решил накинуть на ноги кеды, потому что далеко не все хотят ходить в макосинах. И, собственно, не всегда можно найти хорошие, удобные, а кеды такой вариант, который есть, как правило, у всех. И он намного больше под большее количество подходит. Поэтому белые кеды будут как базовая обувь на почти все оставшиеся аутфиты. В принципе, вы можете заменить их светлыми кроссовками, любыми белыми светлыми кедами. Можете заменить светлыми макосинами. Короче, вариантов, на самом деле, много. Ну, и поскольку в предыдущем видео мы говорили с вами про рубашку, кстати, если не видели, посмотрите видео, где-то вот выскочит подсказка, прям отдельно я разговаривал про рубашки. И вот здесь я решил показать вам белую рубашку, которая, я считаю, более-менее хорошо подходит, которая выглядит универсально, которая такого свободного кроя, у которого можно закатать рукава, которую можно носить с раскатанными рукавами. К сожалению, ну, не к сожалению, наверное, вот конкретно в данной модели воротничок, рубашка без воротничка, то есть воротник-стойка. И здесь, на самом деле, опять-таки, много разных вариантов рубашек. Я просто взял то, что было конкретно в зале, то, что подошло мне по размеру. Тут нужно мерить, смотреть, чтобы на вас сидело хорошо. Данный вариант мне более-менее нравится, для меня немного коротковатая рукава, хотя это размер XL, я ростом 1,88-1,89, но при этом в объеме она мне довольно большая, и по длине она мне довольно большая. Эту рубашку, в принципе, можно носить на выправку, ну, так, значит, потому что у нее, ну, низ так более-менее нормально обрамлен, но мне как-то не очень нравится голый такой вариант, носить ее просто так, как балахон. Поэтому я решил добавить трикотажную жилетку, которая сейчас, кстати, ну, довольно актуальная. Трикотаж это актуально, жилетка это актуально. Фасон у нее такой, это, ну, как бы не оверсайз, да, в полном его понимании, но она довольно свободная. И мне очень нравится, как это все дело выглядит. Здесь тоже можно пустить рубашку, чтобы она у вас каким-то образом торчала из-под жилета. Можно заправить рубашку, и такой более опрятный вид вы получите таким образом. Поэтому выбирайте, опять-таки, кому что нравится, как хотите ходить, и так, и так выглядит довольно здорово, как, ну, на мой взгляд. Если же рубашка для вас не вариант, ну, прям не хотите вы ее носить, жарко, в принципе, пока еще начало лета, как бы не очень хочется, можно надеть белую футболку. Желательно, чтобы у футболки были длинные рукава, чтобы это, возможно, была такая оверсайз футболка. Кстати, в Заре сейчас хорошие, нормальные футболки. Мне они нравятся, нравится, как они сидят, нравится, вот, как они укрою. То есть, в принципе, если не хотите, там, нет у вас в городе Юникло, или не хотите ждать, или, ну, в целом, нравится качество Зары, берите. Сейчас, вроде, там, ну, неплохие футболки, по-моему, стоят, что-то там, 1400 или около того. Вот я решил совместить это, опять-таки, с жилеткой, и выглядит очень даже ничего. Опять-таки, можно носить это и без жилетки. Я, скорее всего, думаю, что в школе вас за это не ругать, если вы будете в классических брюках, в кедах, в белой футболке. Поправьте мне в комментариях, если сейчас так ходить нельзя. Но на учебу в универ однозначно можно, в колледж, я думаю, если там нет никакой строгой формы, будет выглядеть прям здорово. Ну, а дальше я решил попробовать что-то другое, все-таки, на низ. И здесь я выбрал брюки. Брюки, которые пародируют Amplisse от Izimiya, но, как бы сказать, они, вроде, пародируют, вроде, они плохие. И для меня, конкретно, эта модель, ну, она, вроде, как бы, и хорошо, и нет. У меня были в магазине только размеры L, я бы, наверное, себе выбрал XL, но тогда он был бы у меня в поясе, эти брюки были бы великоваты. Короче, у меня такое двоякое чувство, померите, мне нравится, как они сидят, мне нравится, как они в целом выглядят. Если в школу, как бы, так допускают, если вы все-таки хотите в школу пойти, да, вот в таком формате, то, мне кажется, аутфит будет с ними очень приятный. Куда-то в универ и так далее, однозначно, да, крутые брюки, я прям взял, мне они прям, ну, нравятся. И здесь, опять-таки, оставляем ту же самую белую футболку, которая была в предыдущем у нас, Луки. Оставляем ее либо в заправленном варианте, либо в расправленном варианте. Кстати, в расправленном варианте мне здесь нравится даже немножко больше. На ногах те же самые белые кеды, но здесь могут быть и черные макосины, в принципе, это могут быть какие-то черные лоферы, кожаные, будет смотреться очень и очень здорово. Главное, подберите, чтобы они подходили, ну, по фасону. Если на улице становится немного прокладно, или просто одна футболка для вас не вариант, вы любите многослойности, здесь подойдет такая плотная рубашка. Я выбрал такого же светлого оттенка, по-моему, он был немного песочный, это не совсем была белая рубашка, хотя, может быть, я ошибаюсь. Все ссылочки на одежду будут внизу в описании, так что, пожалуйста, смотрите. Мне нравится, как этот лук выглядит. Что можно сказать? Отличный вариант на чуть более прохладную погоду. Если вам нравится, если вам нравятся рубашки, если вам нравится такая релакс-эстетика, если у вас запустят в таком ваше учебное заведение, мне кажется, отличный вариант. Ну, а дальше я решил поменять рубашку с светлого на черную. Говорил об этом в предыдущем выпуске, повторюсь, черная рубашка будет смотреться крайне здорово, если это короткий рукав, и она такая вот прям оверсайз формата. Эта рубашка мне, в принципе, нравится, мне не нравится у нее логотип. Я все-таки, наверное, сторонник того, чтобы это было вот прям просто черная рубашка. Возможно, вот так она смотрела слишком скучно. Но и конкретно этот логотип на этой рубашке мне не очень нравится. Возможно, какие-то есть другие альтернативные варианты. Но, опять-таки, каждому свое. И так, в целом, выглядит неплохо. Особенно, когда у нас идет сочетание белое-черное-белое-черное. В данном случае выглядит очень здорово. Опять-таки, на низ. Вот в такую стилистику я бы, наверное, все-таки порекомендовал оставить либо кеды, либо какие-то, может быть, добавить макосины или лоферы, может быть, кожаные лоферы. Или замшевые лоферы. Ну, то есть, не добавлять кроссовки. Все-таки, не знаю, почему-то вот мне с рубашкой это как-то не сочетается, не видится. Но, в целом, вот, пожалуйста, отличный вариант. И рубашку черную можете выбрать абсолютно любую. С коротким рукавом будет смотреться прям отлично. Естественно, никто у нас не отменял Total Black Outfit, который, мне кажется, стильный всегда, везде, во все времена. Обожаю вот Total Black. Это прям мне очень нравится. Поэтому я просто заменил белую футболку на черную футболку. Оставил те же самые штаны. И смотрите, брюки. Брюки здесь можно менять. Можно оставить просто кроп какие-то, укороченные брюки свободного кроя. Ну, то есть, базовые, обыкновенные. Можно использовать длинные брюки в пол. И это тоже будет выглядеть очень здорово. На ноги при этом можно добавить какие-нибудь Air Force. Белые Air Force, черные брюки, такие свободные, широкие, да, обязательно в пол. И черная футболка. Прям отличный вариант. То есть, вот коллаборации разных вариантов, их масса. Я покажу вам, вот показываю здесь клиш-примеры, которые, опять-таки, вещи были у меня в магазине, которые я померил, и от которых можно отталкиваться. Включайте фантазию, ребят. В принципе, это важно, потому что каждый человек уникален. И у каждого немножко свое вот мировоззрение, видение каждому глядя по-разному. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Если вдруг, кстати, опять-таки, холодно, вы можете спокойно накинуть либо ту же самую белую рубашку, которая была, либо вы можете просто-напросто надеть такую же черную рубашку, и будете вообще total black, будет выглядеть крайне здорово. Опять-таки, кстати, на ноги вместо белой обуви можно использовать просто черные какие-то максины, черные лоферы, черные кеды, черные кроссовки. Будет смотреться все так же хорошо. И такой момент, что в Zara, на самом деле, ну, неплохие подборки. Они, как бы, и на сайте есть, и в магазинах манекены более-менее нормально одевают. Поэтому, если вы вообще, как бы, ну, абсолютно ноли не понимаете, что вам надеть, или у вас просто вот как-то фантазия не работает, но вы хотите что-то новенькое, посмотрите на манекены, возьмите все то же самое, что надет на них, или на моделях, которые есть на сайте. Примерьте на себя, и, возможно, вам просто будет проще от этого оттолкнуться и что-то поменять, что-то убрать. Так что, вот, на этом у меня все, народ, если вам понравилось, вы поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, нужно ли снимать еще продолжение в H&M, и что еще можно разобрать, посмотреть. Все, всех обнял, всем пока!